Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на Ческомру с вами гроссмейстер Алексей Ермолинский партии турнира претендентов пятый тур встречаются Александр Грищук и Дин Лежень Турнирная ситуация для обоих соперников не очень они были довольны не очень далеко не они не были довольны как они играли в первых четырех турах у Грищука четыре ничьи невнятная игра пару раз выпустил преимущество играя белыми против шахматистов которые объективно уступали ему в классе В общем чудом избежал поражения черными против Максима Вашьева Грава в предыдущем туре Дин Лежень стартовал с двух поражений победа над Каруаной конечно волевая замечательная победа наверное ему настроение чуть улучшило но все равно минус один и вот они встречаются И пошел Александр в испанскую партию то есть почувствовал что там вот точка вот слабое место какое-то вот в эту точку нужно нужно долбить Ведь Дин Лежень проиграл партию довольно тяжелое поражение потерпел во втором туре от Вашьева Грава То есть Александр решил туда же идти Вот такой вот антимаршальский вариант с H3 Ну вот интересно что Каспаров все-таки эталон всего был уже в дебюте особенно ведь он никогда не допускал атаку маршалу вообще никогда То есть он делал разные ходы он на А4 ходил и H3 наверное и D3 тоже ходил Вот Вот так вот здесь слон B7 и белая игра теперь D3 Ну идея в общем-то в чем то есть оставить этого слона на B7 немного не удел Как и было в партии Вашьева Грав Дин Лежень вы ее должны посмотреть Я сделал сделал видео по этому поводу я думаю я там все отразил по крайней мере все что я сам сам по этому поводу думал И наверное Александр не возражал бы все это дело увидеть на доске и исполнить самому Однако же китайский гроссмейстер решил что надо повернуть русовые игры в другую сторону и сделал ход D5 Ну ход на самом деле не новинка этот жертва пешки известна Ее играли многие шахматисты Наверное нужно упомянуть французского гроссмейстера Этьена Бакро Он сыграл очень много партий он вообще ввел это в турнирную практику Потом другие подключились там Леон, Аронян и конечно сам Дин Лежень уже так играл Ну вот в чем здесь дело То есть если забрать эту пешку, мы ее забираем То черные не меняются теперь как они делают в маршале А играют конем на D4 То есть идея зайти разумеется за белым слоном Ну вот слон D2, но я понимаю, что ход необязательный Как-то даже выглядит, ну может быть, второстепенным Но на самом деле большой разницы нет Но все равно выходит конь на C3 И здесь размен И черные играют конем на B4 Вот это очень важно Кажется, что белые улучшили даже свою структуру Продвинув, ну пешку с А2 на B3 Не продвинув, а взяв То есть кажется, что она более компактная структура Но вот коня теперь не прогнать с B4 Он все-таки надоедливый такой C2 пристал Ну, да, вот, кунь Е4, правильно Но все равно непонятно, как использовать это пешечное преимущество Наверное, все это схоже с основными вариантами Контратаки маршала Мат, наверное, черным поставить не удастся Все-таки шахматисты противника квалифицированы И знают, что откуда грозит И предпримут нужные меры Но тем не менее, черными отчаиваться не нужно Ну, активная позиция, два свана Все замечательно Игра себе, говорится, на здоровье Ну, как играли? Скажем, тот же самый день лежения С Ван Хауэн играл Пошел Ферзь Д5 Ладья Е8 А ничего, кстати, особенно сложного нет Вернулся конем и перевел коня на Д4 Вот так вот Ну, что белым делать? Ну, на Д4 бить Там черные возьмут пешкой Это лишняя пешка на Ц2 Ну, просто слабость Кони То есть, кони с одной стороны защищают короля Но они не поддерживают пешечное большинство Никак, ни с какой стороны Я думаю, что позиция примерно равная И действительно, много других партий можно посмотреть на эту тему Действительно, черные, в общем, держатся неплохо Я думаю, что Саша всего этого ожидал Потому что он довольно быстро Ну, по своим меркам-то вообще очень быстро Пошел конь БД2 Не принял жертву пешкой Но черные играют Ферзь Д7 Это теория Здесь на Е5 Бить, наверное, совсем нехорошо Разница в том, что конь на Д2 Перекрыл слона С Ц1 И у черных есть активный ход Вот такой Здесь Сюда Идем И тогда есть вот эта жертва Ее нашли несколько лет назад И потом немало уже партий было сыграно Я не уверен, что здесь черные выигрывают Но белым нужно защищаться И, в общем, считается, что белым на это идти вообще не надо Владя выходит с А6 Шутки с шутками Вот она куда идет Ну, разумеется, слон на Б7 Дикой силы совершенно Ну, ладно, все это известно Александр пошел А4 И вот здесь Что тут у нас? Сейчас я загляну в свои анализы Да, Ф6 Ф6 сыграл Днель Лежень Ну, ход, конечно, требует смелости И немалой Взять, открыть диагональ То есть подставить своего коня под связку Но, тем не менее, если все электроникой проверено То можно и не такой ход сделать Компьютеры говорят, что все отлично Некоторое время назад Была партия между Анандом и Ароняном В которой Черные сыграли вместо Ф6 Вадя АЕ8 Тоже, кстати, белым преимуществу Добиться не удалось Наверное, запас прочности есть Но Днель Лежень действовал Согласно своим анализам Очень уверенно Значит, Саша пошел конем вперед Теперь так и Ц5 Слон Е3 Такую ему эту пешку Другая Вадья защищает Сейчас, минутку Ну, вообще, посмотрев на эту позицию Становится забив их немножко тревожно Ведь черные поставили Такое вот, ну Мороце просто Вот эту вот структуру Очень сильную пешечную структуру Пешки Ц5 и Е5 Уже Д4 уже не будет Ну и, в общем, если Дать черным Сделать какие-то ходы Ну, а еще, наверное, с король Х8 Ну, я не знаю По крайней мере Есть такая опасность Что черным удастся как-то А может и Ц4, может быть, сыграть Кто его знает В общем, есть какая-то опасность Что черные просто начнут И перехват играть Поэтому решение Грещука Достаточно логичное То есть он Пока Пока была к тому возможность Решил немного вскрыть игру И По дороге, кстати, выигрывая пешку Вот такая вот идея Опять же Противника он этим не удивил Очень быстро играл Дин Король Х8 Ну, вот пешка на А5 Долго ли она проживет? Черный играет Конь Б4 Слон Б3 Слон Д5 Все ходы очень сильные Все очень логичные И главное, что они Опровергнуть их невозможно Иначе они просто не были бы сыграны Вот в наше время Ну, получается как Что-то Если противник Идет Мы, кстати, увидим Еще вот была одна Одна партия Которая этот тезис Подтверждает Что если противник Вот уверенно На все это идет То, несмотря на Кажущуюся опасность Его позиции И наличие Разных возможностей Он на самом деле Наверное Просто Ну, опровержения Уж точно нет Иначе бы он на это Не пошел Все работают с компьютером И все Все аккуратно проверяют В общем Не следует ожидать Никаких ляпсусов Да, шахматист Может забыть что-то Разумеется Но Здесь шансов На это не было Очевидно, что Дильный Жень Все-таки поработал И варианты свои Может быть Вспомнил Может быть Доработал Хода Е4 Безусловно Он ожидал Поскольку Знал, что Вот меня пробили Немного И отдал какую-то Течь И, наверное Туда Даже дальше Дальше туда и полезут Поэтому я должен В общем Что-то сделать И вот Вот таким вариантом Он ответил И все замечательно Ну, что мы здесь думали С Владимиром Добровым Думали, что надо С4 ходить Не знаю Сразу или нет Гречук подготовил От ухода Молодя С1 Мы смотрели Такой уход Ну, черные берут Наверное Взять Ну, что Пешку надо Спасать Может, такой уход Делать Ну, вроде Беншпель Да, с отдаленной Проходной Кажется Неплохо Но Фигура Многовато Да Просто Многовато Фигура Ладейный Беншпель Все бы Разменять Оба Оба Отлично Тогда Белые Наверное Бы выиграли По классике Да, ладья Сзади Проходной Потом Королем Где-то Проскакиваем Пешку Королевского Фланга И выигрываем Здесь При таком Количестве Фигур Особенно Конь на Ф3 Ужасно Стоит Не знаю Я Вообще Не уверен Лучше ли у Белых Черный Король Очень быстро Подходит Центр И у этой Пешкой Е5 Прикрывает Хорошо Да Белый Король Тоже Может выйти На Е2 Но там Контр Игра Не знаю В общем Я Думаю Что у Белых На самом деле Здесь Ничего Нет Хотя Пешка Выглядит Угрожающе Но Если Она Слишком Далеко Зайдет Можно Ее И потерять Кто его знает У черных Какое-то Преобладание В центре Ну Ладно Было сыграно Ладья Ц1 Теперь Конь Ц6 Опять же Владимир Добров Говорил Что Конь А2 Было Неплохо Я Пытался Что-то Сварганить За Белых Но Честно Говоря У меня Все равно Ничего Не Получалось Ну То есть Белые Отдают Эту Пешку Назад Вроде Освобождаются От Слабости На Ц2 Может Быть Даже Могут Сохранить Пешку На А5 Но Снова Преимущества Это Не Будет Ну И Конь Ц6 Ход Неплохой Пошел Горячок Ц4 Но Здесь Взял Ладьё Я Думаю Что Ну Разумеется На Это Он Посмотрел Понял Что Пешка Опять Будет Потеряна Решил Все Так Ну Хоть Что-то Получить Хотя Разумеется Саша Понимал Что Преимущество У Белых Будет Очень Очень Небольшое Микроскопическое Мышеское Чисто Номинальное Но Надо было Сделать Какие-то Ходы Поэтому Вот так И было Сыграно Д4 На это Расчет Если бы Не Д4 Вообще Ничего Хорошего Не Было Так По крайней Мере Удалось Создать Черным Какую-то Слабость На Е5 Но Фигур Ведь Настолько Мало Вот Здесь Компьютеры Кстати Дают Белым Какое-то Существенное Преимущество Хачка Но Это Вызвано Тем Что Для Компьютера Вот Выиграть Эту Пешку И Перейти В Владейный Эншпин Наверное Чаще Владейный Чем Слановый В Печеный Это Понятно Не Получится Это Было Б Слишком Жирно Но В Основном Владейный В Девяти Случа Из Десяти Если Взять Пролистать Компьютерные Варианты Не Полениться Ходят Они Вне Этого Варианта Дается Белому Положительная Оценка Но Мы Знаем Что Это Ничья Три Против Дух Если Принять Это За Факт Белых Ничего Здесь Нет Я Не знаю Я могу Все эти Ходы Делать На Доске Но Я думаю Даже Этого Не Стоит Не Стоит Особенно Беспокоиться Так Ну Вот Какими Это Скачками Вот Так Вот Они Стояли Потом Вот День Даже Аж Пять Пошел Ну Собственно Почему Нет Наконец Ферези Были Разменены И Еще Пара Пешек Но Здесь Максимально Что Грючук Мог Добиться Это Он Этого И Добился Вывал Короля В Центр Напал На Е5 И Сковал Противника Защитой Но Ресурсов Просто Откровенно Ресурсов Здесь Нет Ничего Больше Сделать Нельзя Просто Ничего Не Осталось На Доске Нечем Играть Противник Согласились На Ничью Ну Вообще Говорят Что Я могу Скать Такого Рода Партии Они Их Избежать Нельзя Ну Случается Такое Ну Противник Все Таким Очень Сильный Шахматист Разумеется Работает Дома Готовится Ну И сам Задатской Может Разобраться Ну Да Но Не Получилась Партия Белых Ну Что Ничья Ничья Будем Играть Следующую Ну 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 В данной Обстановке Учитывая Вот этот Невнятный Старт И это Ведь Была Уже Для Саши Третья Партия Белыми И Из Пяти И ну Просто Ничего То есть Ничьи 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 Разумеется Он был Расстроен И Наверное Это Сказалось На его Комментариях После партии На пресс Конференции И так Далее Ну Все Вы наверное Это Видели Можете Еще раз Посмотреть Если Интересно Все Понятно Ну Вот Так Вот А я Буду Двигаться Дальше Спасибо Вам За Внимание С вами Был Гроссмейстер Алексей Ермолинский